Аслан Усайян Аслан Усайян, известный в криминальном мире под прозвищем Дед Хасан, был одним из самых влиятельных воров в законе 90-х. Его влияние простиралось за пределы бывших стран СССР и даже стран ближнего зарубежья. После себя Усайян оставил целую прияду законников, ставших в свою очередь влиятельными и уважаемыми персонами в криминальном сообществе. Владимир Жураковский Вова Пухлый Начинал свою карьеру Владимир Жураковский с судимости за крашу. За первым сроком последовал второй и третий, самый серьезный, на 13 лет. Освободившись через 7 лет по УДО, стал смотрящим по минеральным водам, а чуть позже в его компетенцию был включен Пятигорск. Контролировал контрабанду спирта, наркотиков, нелегальные грузоперевозки. В июне 2001-го был коронован Асланом Усайяном. Правда, в 2005-м он был раскоронован на сходке с Шакром Молодым. В тот же год Вова Пухлый переехала в Москву и там добился восстановления своего статуса. В 2013-м, после убийства деда Хасана, уехал в Турцию. Посещает воровские сходки и ведет свои дела дистанционно. Андрей Трофимов Трофа Екатеринбургский авторитет начал криминальную карьеру в 15 лет. Именно тогда он получил свою первую судимость за хулиганство. После второго, более серьезного срока на 10 лет, Трофимов становится во главе мощной ОПГ «Синие» в Екатеринбурге. Получив третий срок, за хищение отправился на 4 года в колонию строгого режима. В июне 1992-го Трофимов был коронован в Нижнем Тагиле. Одним из его крестных отцов стал Аслан Усайян. После освобождения, в 1994-м ведет деятельность по распространению своего влияния на Екатеринбург и Нижний Тагилу, являясь сторонником деда Хасана. В 1997-м примкнул к вору в законе Коро в его попытке раскороновать своего покровителя. В ответ Усайян лишает их обоих воровских корон и назначает новых смотрящих в Екатеринбурге, которых лишенные звания воры в законе не принимают. В настоящее время Трофа продолжает контролировать Екатеринбург, оставаясь влиятельным авторитетом, несмотря на свою раскоронацию. Владислав Леонтьев, Вадик Белый Уроженец Нижнего Новгорода Владислав Леонтьев свою криминальную карьеру начинал в родном городе. Занимался крышеванием, рэкетом, участвовал в разборках. Был коронован в мае 95-го в Сочи. Среди его крестных отцов был влиятельный дед Хасан. Таким образом, Вадик Белый стал близким соратником Усайяна. После коронации уехал в Соединенные Штаты. Но местные правоохранительные органы стали подозревать Леонтьева в торговле наркотическими веществами. И в 98-м его депортировали в Россию. В середине нулевых авторитет приехал в Дубай, опасаясь преследования полиции. В настоящее время находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности США. Алексей Гудына, Леха Рыкутский Первую судимость Алексей Гудына получил в 1992-м за вымогательство. Но наказание он избежал, скрывшись и поменяв документы. Из Иркутска Гудына переехал в Санкт-Петербург. В северной столице его ожидала коронация. Воровскую корону Гудына получил из рук самого деда Хасана. В ноябре 99-го вместе с титулом Леха Рыкутский получил обязанности смотрящего по нескольким питерским тюрьмам. В феврале 2004-го Гудына инициировал голодный пункт заключенных. Воры в законе таким образом хотели показать свою власть и распространить ее на Красной колонии. В 2007-м его перехватили с наркотиками и приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2014-м Леху Рыкутского лишили воровской короны из-за конфликта с другими законниками. Также его неоднократно задерживали с фальшивыми документами при попытке пересечь границу. Сергей Асатрян, Осетрина-младший. Рост тени своего отца, Эдуарда Асатряна, Осетрины-старшего. Он с детства видел живой пример жизни воров в законе и, повзрослев, решил пойти по его стопам. Асатян-младший активно принимал участие в делах отца. Автоугоны, продажи оружия, курировал группировок домушников. Короновал его дед Хасан в 2008-м, в возрасте 22-х лет, без судимости и особых достижений в криминальном мире. После коронации он участвовал в нескольких сходках и разборках, на двух из которых его избили. Вел роскошный образ жизни с дорогими ресторанами и автомобилями. В 2017-м был осужден на 9 лет за вымогательство и в настоящее время отбывает срок. Роман Кощаев. Рома Краснодарский. Или Кощий. Известность Кощаеву Роману на криминальном поприще пришла в Краснодаре. Он занимался мелким рэкетом и создал свою небольшую ОПГ. За коронацию Кощея ратовал Юрий Пичугин, Пичуга, который хотел поставить своего человека в Краснодаре, в городе, где его самого недолюбливали. Коронация состоялась в августе 2004-го, в Лужниках, за благословение деда Хасана, на Кощаева надели воровскую корону. Впервые с судимостью Роман Кощаев столкнулся только в 2007-м, когда уже был влиятельным законником. За ношение оружия ему пришлось отсидеть 7 месяцев. Второй срок, чуть больше года, вор в законе получил в 2012-м, когда его задержали с наркотиками и общаком в 6 миллионов долларов. В настоящее время он на свободе, обладает огромным влиянием в Краснодарском крае и интересуется Якутией. Олег Пирогов, Циркач. Уроженец Литвы, Олег Пирогов всю сознательную жизнь связан с Ногинским районом Подмосковья. В юном возрасте был назначен смотрящим за электросталью. После проблем с законом сбежал на какое-то время в Испанию. В 2001-м попытался вернуться и тут же попал на скамью подсудимых. После освобождения, в мае 2011-го, был коронован воры в законе, дедом Хасаном и рядом других влиятельных законников. Несмотря на то, что это была массовая коронация и впоследствии многим ее участникам предъявили претензии, Олег Пирогов благодаря своему наглому и бескомпромиссному характеру удержал свою собственную воровскую корону. Циркач лично встретился со своими противниками, и они не смогли аргументированно объяснить, почему он был недостоин своего звания. Пирогов постоянно переезжает с места на место и участвует в различных сходках. В 2015-м он стал свидетелем убийства Вадика Краснодарского, с которым в тот момент сидел за столом ресторана в Турции. Решив выбраться из Турции в Россию, через Ирак, вместе с вором в законе Цезарем попал в местную тюрьму по обвинению принадлежности к ИГИЛу. Пережив голод и пытки, через 8 месяцев они все же были освобождены и отправлены в Москву. После возвращения, придя в себя, Олег Пирогов приступил к своей деятельности. Он участвует в различных сходках и развозит греф по тюрьмам. Владимир Тюрин Тюрик всегда отличался от коллег по криминальному цеху своим стремлением к легальному бизнесу и меценатству. Среди его друзей одинаково присутствуют как влиятельные криминальные авторитеты, так и крупные российские предприниматели. В конце 80-х Тюрин работал с Александром Моисеевым, Мася, а после его убийства в 91-м возглавил братскую ОПГ. Через два года переехал в Москву, где в 93-м был коронован тройкой влиятельных воров в законе того времени Асланом Усаяном, Дедом Хасаном, Захарием Калашовым, Шакро-Молодым, и Вячеславом Иваньковым, Япончиком. После коронации Тюрин осел в Москве, приезжая в подопечные регионы Восточную Сибирь и Санкт-Петербург с инспекцией. В настоящее время он позиционирует себя исключительно как бизнесмена, который оставил свои судимости и склонность к криминалу в советском прошлом. Александр Кушнеров Кушнер-Гомельский В 90-е уроженец Гомеля Александр Кушнеров состоял в крупной ОПГ Сергея Морозова, нагонявший страху на его родной город. Они занимались рэкетом, крышеванием. Банда прекратила существование в 2008-м, с доказанными 15 убийствами и огромным количеством эпизодов насилия. Главарей ОПГ расстреляли. Сам Александр получил 15 лет за соучастие в убийстве двух человек. Отбывая наказание, Кушнеров стал следовать воровским понятиям. Дорос до должности плаженца по всей тюрьме и установил связи с хасановскими сподвижниками – Васей Воскресом и Вовой Пухлым. Официальная коронация Кушнера-Гомельского произошла в 2011-м в Подмосковье. Аслан Усаян участвовал в церемонии и сделал подход к белорусскому вору. Деду Хасану по зарез нужен был свой человек в Белоруссии, поскольку заправлявшие там воры в законе были сторонниками противоборствующего клана Таро. Получив воровскую корону, Кушнер принялся активно завоевывать позиции в родной стране. Поскольку в России он находился на полурегальном положении, в 2012-м его депортировали на родину и тут же приговорили к двум годам лишения свободы. Пока он пребывал в тюрьме, судьба распорядилась таким образом, что все его конкуренты были устранены, и Кушнеров остался смотрящим по Белоруссии. После освобождения он переехал в Турцию и свои обязанности выполняет дистанционно. Недавно Кушнеров примкнул к набирающей силу азербайджанской группировке, возглавляемой Лоту Гули. Василий Христофоров, Вася Воскрес, стал законником, несмотря на то, что служил в армии. Право, служил он в стройбате и автомата в руках не держал. Все потому, что до призыва в 1989-м получил условный срок задачи ложных показаний. После службы он опять был осужден за хищение социалистической собственности. Коронован Вася Воскрес был 2001-м в Москве Асланом Усаяном, дедом Хасаном. Кроме патриарха уголовного мира, в коронации приняли участие такие известные воры в законе, как Захарий Калашов, Шакро Молодой, Владимир Вагин, Вагон и Владислав Леонтьев, Вадик Белый. После получения высокого титула Христофоров стал надежным соратником деда Хасана и исполнителем его воли. По сути, в империи Усаяна Вася Воскрес выполнял обязанности главбуха воровской кассы. В последнее время Христофоров часто бывает в разъездах. Его видят в российских городах, странах Прижнего Востока и Западной Европы. Он активно участвует в закулисных интригах и переговорах, на которых, в частности, решается вопрос о том, кто станет главным вором в законе, в России. Пока Шакро Молодой отбывает длительное наказание.